В общем, после моей неудачной попытки найти музей, вот, я все-таки решила куда-то съездить в Рассельхеме, что-то найти, и, ну, я знала, что тут есть горячие источники, и, в общем, я решила приехать сюда, вот, посмотреть, что это такое на самом деле, вот, и покупаться, может быть, если получится. В общем, это вдали от Рассельхема, это не совсем вот в самом городе, нужно выезжать, ехать в сторону аэропорта, потом еще сворачивать налево, и, в общем, там начинается такая ужасная дорога, но доехать можно, вот, и вот этот вот источник называется Hot Springs and Spa, на самом деле, рядом находится отель, и можно, если живешь в отеле, можно посещать этот источник, ну, можно сюда приехать. В общем, сейчас там людей нету, я произошла, посмотрела, там всего лишь два человек, вот, бассейн, на самом деле, маленький, я зайду, я попробую, конечно, снять видео, посмотрим, получится, не получится, вот, можно будет, не можно, нельзя будет, ну, сейчас пойду посмотрю, что там такое, и расскажу, что там за целебная вода. Так вот выглядит округа, здесь все в округе, все выглядит вот таким вот образом, сверху стоит отель Golden Spa Resort, и вот, с правой стороны находится вход именно в термальные источники, хаты, спринг и спа. Рассказываю, еще расскажу такую историю, значит, вход туда стоит 50 дирхам, можно хоть до самого вечера, сколько хотите, но, опять-таки, это радоновые ванны, то есть, ну, сможете ли в них сидеть долго, и есть ли в этом смысл, не знаю, может быть, и нету, ну, наверняка нету, то есть, как бы, там, 15 минут, наверное, думаю, будет достаточно, либо там перерывы делать, вот, ну, можно, я, как бы, там, пробыла, наверное, часа два с половиной, три, на самом деле, мне очень понравилось. Вода где-то примерно 40 градусов, на самом деле, очень себя классно чувствуешь после этих ванн, но эффект, как в сауне, я, реально, я вся мокрая, в общем, с меня течет, я, реально, как в сауну вышла, поэтому у меня и вид такой, ну, ладно, что поделаешь. Вот, как бы, очень классно освежает, такой очень хороший прилив энергии, все-таки это полезно, на самом деле, и, как бы, для тех, кто скажет сейчас, что это, там, для туристов, развод для туристов, в общем, замануха, или еще все такого плана, я отвечу так. Как бы, я там была, и я приехала сюда, где-то, наверное, часа в три дня, и туристов здесь не было вообще, были только местные жители. Вот, сейчас уже в 6 часов вечера начали приходить туристы, которые живут в этом отеле, на территории которого, грубо говоря, этот комплекс и находится. Поэтому сказать, что это замануха для туристов, я не могу, наверное, все-таки, если местные люди сюда ходят, наверное, все-таки есть смысл какой-то в этих ваннах, и, наверное, они все-таки полезны. Поэтому, если вы будете здесь, в принципе, я советую заехать. Единственное, что далеко, то есть, как бы, конечно, нужно машину напрокат брать, и потому что это далеко от города, находится в середине, грубо говоря, аж в пустыню, там нужно в сторону пустыни выезжать, ну, тут маленький городочек такой, вот, и в этом городочке находятся эти ванны. Ну, если есть машины, или если арендовали машину, ну, либо там на такси деньги, грубо говоря, сбросятся с кем-то, то заехать сюда, я думаю, стоит. Я думаю, это, в принципе, полезно, потому что я видела, я там была, и я видела людей местных, которые сюда приходят, и я видела, с какими они проблемами приходят. Я думаю, что, наверное, эти ванны все-таки будут полезны. Поэтому я советую сюда заехать, у меня на сегодня все, всем пока, ставьте лайки, оставляйте комментарии.